Вводные по пожару. Возгорание в седьмой группе расположено на первом этаже. Смотрим на ваши действия. Здравствуйте. Это служба охраны. Детский сад Родничок. Жуковский проезд 23. Мне нужна пожарная часть. Возгорания, конечно, никакого нет. А вот пожарная машина и огнеборцы самые настоящие. Пока под присмотром специалистов охранник выполняет необходимые действия, начинается эвакуация из группы. Разрабатывается модель поведения детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также персонал понимает и изучает дополнительно требования, как проводить правильную эвакуацию, по каким наикратчайшим путям выходить из здания, в котором либо задымление, либо произошло возгорание. В летнем лагере Родничок отдыхают школьники в возрасте от 7 до 12 лет. Подобные учения в рамках Дня пожарной безопасности – часть программы пребывания в учреждении. Эвакуировано 24 ребенка. Все в целости, в сохранности. Но это было только начало, а дальше проверка знаний ребят и рассказ о работе пожарных. С помощью огнетушителя что можно сделать? Молодцы. А как звонить пожарную охрану? 112-101. Молодцы. Вот два телефона, можно запомнить. Здравствуйте. В этом костюме также имеется защитное стекло, которое тоже отражает температуру. Группа слушателей подобралась инициативно. Например, во время рассказа о том, как работать с огнетушителем, поступило неожиданное предложение. А можно, допустим, сейчас его использовать? Он рабочий сейчас? Как правило, демонстрация работы огнетушителя не входит в планы лектора, но в этот раз решили отправил отойти. Благо, занятия проводились на свежем воздухе. Сильно распыляет? Сильно. Пыли будет, облако стоять хорошо. Не распыляй. Вот так. Ну, это я вот нажал полтора раза, грубо говоря. Представляете, что будет, когда мы нажмем и будем постоянно стравливать, то это будет большое облако порошка, которое как раз ограничивает доступ кислорода к очагу пожара и тем самым проводит его тушение. Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. Еще одна забава поливать из бронспойта. Иди сюда. Держи. Можно тоже попробовать? Можно тоже попробовать? Давай, череди. Я послевариваю. Победа! Победа! Судя по всему, в этот день ребята не только закрепили уже существующие знания, но и сделали маленькие открытия. Мне очень было интересно. Я многого узнала о пожарной машине. Я не знала то, что на пожарных машинах есть сверху пушка, которая стреляет водой. За столь содержательный день пожарной безопасности гостей решили без подарка не отпускать. Это вам от нашего лагеря. Спасибо большое. Да, это дети делали сами. Будет стоять на почетном месте. Стоит отметить, что в летних лагерях различным программам безопасности уделяется особое внимание. Связанные мероприятия с экологией проводим. Безопасность обязательно. Это ПДД обязательно у нас. Пожарная безопасность. Это всегда на протяжении всей смены. Постоянно повторяем и постоянно проводим какие-то мероприятия с детьми. В финале ребята разбились на команды и сразились в крестики Ноликино с поправкой на специфику сегодняшних занятий с помощью огнетушителей. Эвакуировались и поиграли. И много интересного узнали. День противопожарной безопасности в летнем лагере «Родничок» прошел на отлично. Максим, Огнетушитель Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.